Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемаэр. В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемаэр. Ну и, конечно же, давайте для начала разберемся, зачем люди выпивают, зачем люди пьют. Ну, существует два основных мотива. Первый – это для того, чтобы каким-то образом разнообразить спектр своих эмоциональных переживаний, то есть, по сути дела, улучшить настроение, расслабиться. И для этих целей в основном применяются малые дозы алкоголя. Ну и вторая мотивация – это уже мотивация на успокоение, на угнетение или, по-научному, атрактическая мотивация. Мотивация направлена на то, чтобы как-то успокоиться, кому-то даже уснуть. То есть вот пришел человек с работы, был тяжелый рабочий день, стресс. И он думает, успокоюсь-ка я таким образом. Ну да, он говорит тебе, я сниму стресс. Я так устал сегодня. Я заслужил. Я заслужил. Вот конец недели, пятница. Почему говорят, пятница убивает субботу? Потому что пятница – это день риска. На самом деле многие начинают срываться именно тогда и употребляют. Ну, сначала пятница, потом добавляется суббота, потом воскресенье, потом понедельник. А потом они уже приходят к нам и говорят, ну, раз уж добавился понедельник, раз уж он не может работать, значит, пора лечиться. Ну и прежде чем там начать лечиться, разумеется, нужно изучить весь этот материал, что такое алкоголизм, почитать там доктор Google, доктор Яндекс, изучить всю информацию и прийти с этими мифами уже к нам на консультацию. Начинается разбор полетов. Где-то приходится переубеждать. Разумеется, человек, прежде чем обратиться, он изучает опыт соседа Коли, который закодировался там таким-то методом и не пьет уже энное количество лет. Сосед Иван, который ездил к бабке в такой-то населенный пункт, и она ему помогла, чего-то там налила и так далее, и он не пил. И на самом деле какое-то время не пил. Кто-то в это верит, и они идут туда, им на самом деле кому-то это помогает. Но далеко не всем, потому что это помощь на какое-то время, дабы причины употребления, причины семейные, они никаким образом не рассматриваются и не устраняются. Вот мне интересно, когда мы сейчас говорим уже не такой тяжелой стадии алкоголизма, а многие пьют, так скажем, многие выпивают. Тот же самый конец рабочей недели, праздник, торжество, день рождения, какой-то другой повод и так далее. Вот что считать, так скажем, алкоголизмом или начальной стадии алкоголизма? Например, я знаю, в Европе бокал вина на обед или на ужин – это почти норма. Во Франции даже в университетах студенческий обед – это бокал белого или красного вина к мясу. Или вечером бутылка пива, опять-таки, в Европе. Уже это алкоголизм, если ежедневно, в каких дозах? Давайте определимся с периодичностью и с дозами, когда начинается алкоголизм. Дело в том, что здесь надо учитывать определенные культуральные особенности, национальные особенности. Дело в том, что то, что будет, скажем так, нормой для русского, может быть, скажем так, алкоголизмом для француза. И наоборот, то, что будет являться, допустим, нормой для немца, для нашего – это будет просто убийственная доза пива. Ну, давайте говорить о нашей полосе. А если, да, если говорит Антон, ведь дело, еще дело вот в чем. Есть, условно говоря, ну, наверное, в каждой деревне есть дед, которому 85 лет, и которого любят приводить в пример наши пациенты и говорят, слушай, у меня сосед дядя Ваня всю жизнь работал, ну, выпивал, ну, у него там 32 зуба все целые, он с женщинами спит, он телевизор смотрит, он работает, у него все в порядке. А почему я так не могу? Спрашивает наш пациент. Ну, что мы можем на это ответить? А твой-то папа и дед пил, и пил не как твой сосед дядя Ваня, а по-другому. Он стопочку выпьет и в запой на три недели уходит. И вопрос, почему? Ну, да, мы, скажем, разумеется, мы находим для этого определенные конкретные объяснения. Здесь подключаются определенные биохимические процессы, не хватает определенных, скажем так, ферментов для разрушения алкоголя, есть определенная наследственная предрасположенность. Но вот кто-то может, а кто-то не может. И кто-то, употребляя еженедельно, станет алкоголиком, а кто-то, возможно, не станет. Ну, вот как наша практика показывает, если уж родители употребляли, то тот, кто встал на этот путь, скорее всего, он им наверняка станет, рано или поздно. А какой промежуток? А вы знаете, вот у кого-то это год, а у кого-то это 25 лет. И нельзя сказать, кто когда сопьется. Бывают случаи, когда молодой человек начинает употреблять там с 11-12 лет, сначала легкие алкогольные напитки, потом более тяжелые, и к 19 годам, даже к 18 бывает, он же привозит такого сформированного алкоголика. Сформированный алкоголик – это человек, который не может неделю прожить без алкоголя? Да нет. С медицинской точки зрения. Он может год прожить без алкоголя. Но если он вновь начнет пить, если алкоголь попадет ему в рот, как они говорят, губа засвистит. Ну вот, давайте так. Вот губа свистит – алкоголик. Не свистит – не алкоголик. Губа свистит – это, я не слышала раньше этот термин, это значит жгучее желание выпить, да? Это значит, что человек, который себе говорит, я вот сейчас вот столько выпью и больше не буду, но он почему-то не сдержал это обещание. Вот, скорее всего, у него есть зависимость. А если он себе сказал, вот я сейчас вот столько выпью и больше не буду, и он сдержал свое слово перед самим собой, скорее всего, он не алкоголик. Хотя это условно, я не претендую на истину, это все очень тонко. Вы сказали, что генетический фактор играет большую роль. Да. А что еще, вот какие группы, какие слои населения нас смотрят студенты, например? Кому нужно, кто в группе риска, кому нужно быть на стороже? Кто должен задуматься, прежде чем начать по поводу, скажем, даже в праздник, в новогодние праздники выпивать? Ну, если брать, скажем так, семейную ситуацию, это должны быть, скажем так, осторожны те, чьи родители имели алкогольную зависимость, чьи родители имели проблемы с алкоголем. Это тот, кто рос в детстве и говорил себе, я никогда не буду пить, как он или она. Но потом почему-то это слово не сдержал. Да? Но если нас слушают студенты, и те, у кого были родители, страдающие из зависимости, они меня прекрасно понимают. Потому что это мысль каждого ребенка, кто рос в такой семье. Если брать другие факторы, но личностные особенности имеют достаточно важную роль. Это импульсивность. То есть человек, если запойно пьет, он запойно что-то другое делает. Он запойно работает. Увлеченный человек. Он, да. Он фанатичен. Он увлекающийся. Он может все, что угодно. И этот человек должен понимать, если у него есть подобные черта, он начнет пить, так он будет не так, а вот делать так делать. Гулять так гулять, как поет разумбал. Верно, да. Импульсивность. Импульсивность. Что еще? Социальные какие-то группы. Одиночество. Одиночество. Если брать вот одиночество, да, это вот такой, скажем так, феномен, который с одной стороны человеку в какой-то дозе необходим, но в то же самое время, когда эта доза очень высока, человек начинает порой заполнять пустоту. Или, как говорят экзистенциальные психологи, это экзистенциальный вакуум, внутренняя пустота, и эта пустота чем-то должна заполняться. Она, чаще, лично я наблюдал это у женщин, когда как-то вот, ну, что-то в жизни, вроде все есть, но радости от жизни нет. Вот ей уже там за 30, за 40 где-то, да, вот вроде какие-то основные моменты решены жизненные, даже за 40, а вот внутри какая-то пустота. И вот начинается там с подружками и так далее, там на девичниках сейчас это очень модное явление, и постепенно со слабых алкогольных напитков переходит на большие дозы, вот, ну и, к сожалению, заканчивается зависимость. А женский алкоголизм это очень такая сложно, сложно подвергающаяся терапии штука. В условиях амбулатории лечить практически невозможно, и в основном это только стационарная реабилитация. Я читала в интернете, что сейчас в России опасность, наиболее велика опасность именно женского алкоголизма. Как вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, женщина, она по натуре более устойчива, чем мужчина. Она устойчива в семье. Если мужчина способен там оставить женщину с болезнью, с инвалидностью, с чем угодно ей уйти, то женщина вряд ли это сделает. Женщина — это центр семьи. И вот если она за что-то берется, она берется основательно. Ответственность, наверное, в ней повышенная. Ответственность, да. И вот с алкоголем то же самое. Вот если она уже пьет, она пьет так, что разрушает себя, все вокруг и так далее. Она делает это. Она устойчива в этом. И я не говорю, что они не подвергаются терапии. Нет, это миф. Женщины очень хорошо реагируют на терапию, на психотерапию. Они отзываются хорошо на психотерапию. Они хорошо раскрываются, они говорят о себе. Они более, скажем так, легкие на подъем в этом плане. Но в амбулатории они не удерживаются. Им сложно себя удержать. Они импульсивны. Импульсивны. Более импульсивны. А вот какая сейчас статистика конкретно по Татарстану, показания? Пошла на спад? Пошла на спад эта зависимость у нас в республике? Или как-то держится? Вы знаете, я в официальную статистику не верю. А если брать наши наблюдения... Если ваши пациенты, ваша клиника... Наши наблюдения, то у пациентов меньше не становится. Разумеется, пациентов с алкогольной зависимостью их больше, чем с другими зависимостями. Если раньше, допустим, в 90-е годы было много героиновых, наркоманов и так далее. Многие молодые алкоголики ушли, увлеченные в что-то новое, в эту наркоманию. То сейчас многие обратно вернулись в алкоголь. В старый добрый алкоголь. Ну, разумеется, многие выздоровели, те, кто лечились, проходили реабилитацию. Но часть вернулись в алкоголь. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня наш герой, наш гость, генеральный директор клиники «Инсайт», врач-психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Ренат Миназов рассказывает нам о том, что же такое алкоголизм, как жить без алкоголя и как вести трезвый, здоровый образ жизни. Вот я хочу как раз задать вопрос. Мы начали программу с того, что с помощью алкоголя люди пытаются часто запить грусть-тоску, одиночество, победить стресс и так далее, успокоиться. Скажите, а давайте сейчас более оптимистично поговорим о других способах снятия стресса, стресса, менее опасных, менее травматичных. Вот как вы лично решаете для себя эту проблему? Ну, дело в том, что, говоря о стрессе, конечно, я стараюсь просто не напрягаться. Но раз уж напрягся, то нужно искать способы канализации. То есть, по сути дела, надо понимать, что если брать метафору одного из моих пациентов, который сантехник, работал сантехник, он говорил, доктор, слушай, я, говорит, пью потому, что у меня канализационная труба засорена, и у меня вот все куда-то выходит вовне. Я выпиваю, и вроде как-то все это затухает. Так вот, если брать его метафору, надо, чтобы канализационная труба работала, и это напряжение, оно куда-то сливалось. Есть очень много разных способов, и каждый выбирает тот, который ему подходит по духу. Но лично я, я люблю бассейн, мне нравится плавание, мне нравится время проводить с детьми. Я очень серьезно отдыхаю и отвлекаюсь. Мне нравится детская спонтанность, творчество, то есть то, чего мы лишены в силу разума, каких-то принципов, убеждений глупых и так далее. Ну и, собственно говоря, моя работа, она тоже для меня является не работой, а, наверное, интересной деятельностью. Тем самым очень разнообразные переживания, и мне их разнообразить больше не надо. Поэтому есть способы по разнообразию переживаний, есть способы по снятию напряжения. И как-то все это гармонично укладывается, и в этом потребности нет. Когда мне задают вопрос, а часто пациенты задают вопрос, а вы сами пьете, я стараюсь быть честным перед ними, и, разумеется, для того, чтобы быть открытым и честным перед ними, я, разумеется, не пью вообще. То есть, а иначе у пациента возникает зависть, да, у начинающего. Он говорит, вот вам почему-то можно пить немного, а мне нельзя. Вот несправедливо. Бог меня наказал. За что мне такое? А я хочу пить по чуть-чуть и быть нормальным, как вы. Вот чтобы не сталкиваться с этой ситуацией, мне проще не пить. И потребностей, честно говоря, нет. Принцип такой, что без этого очень легко и спокойно справляться. От этого одни проблемы. Я сегодня разговаривала со студентами, и мне рассказали несколько историй, когда студенческая компания, особенно во время сессии или после сдачи сессии, и, конечно же, встает вопрос, надо выпить, надо отметить. И вот что вы посоветуете? Несколько человек мне сказали, мы не хотим пить, но так как все празднуют, да, все выпивают, то же самое будет на Новый год. И как не выглядеть белой вороной? И сказать, что нет, я не пью, и при этом не получить какие-то негативные отзывы. Вообще, если брать студенчество, как одна моя коллега говорит, каждый человек в жизни должен хотя бы раз напиться. Но для того, чтобы понять, что это такое, ему же все равно будет хотеться это попробовать. И это не значит, что если он там это попробует и там напьется даже, то его будет всю жизнь к этому тянуть. Да нет, нет, конечно, нет. А запретный плод сладок. Если говорить про студенческую жизнь, ну, слушайте, нужно вообще развивать свои навыки, скажем так, самопрезентации. То есть, как сказать «да», как сказать «нет». Это же определенное искусство, которое вырабатывается временем. В студенческое время мы же не только познаем какие-то там данные, согласно там расписанию, но и какой-то жизненный опыт, взаимодействие с тем же социальным окружением. Человек, который хочет отказать, он всегда откажет. Ну, как это получится? Красиво, некрасиво, обидит, не обидит, это другой вопрос. Ну, как-то получится, это же тоже опыт. Дальше будет на этом опыт его развиваться и совершенствоваться. У нас здесь, в России, как бы, вот, я не могу сказать алкоголизм, но сам процесс распития спиртных напитков – это некий ритуал. И, опять-таки, если вспоминать новогодние популярные фильмы, классику и так далее, то неразрывно связано с алкоголем. Вспомним «С легким паром» фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и так далее. И вот эта вот мифологизация алкоголя, что это какой-то волшебный напиток, без которого нет ни праздника, ни приключений и так далее. Вот как вы считаете, на протяжении многих лет человек здесь жил с этим мифом? Как его разрушить в сознании? Потому что многие до сих пор, у многих, благодаря, опять-таки, фильмам, книгам, песням очень застольным и так далее, у человека создался некий миф об алкоголе. Как его разрушить? Дело в том, что я считаю, что каждый человек может пить, есть, употреблять алкоголь, заниматься сексом. И дальше, дальше можем продолжать, но все должно быть в меру. Вот если эта мера у человека есть, ну, слава Богу, этому человеку повезло. Поэтому, скажем так, говорить о том, что ребята там, все там, ни капли алкоголя в рот и так далее. Если мы будем подобную тактику сейчас пропагандировать, ну, мы вернемся к эпохе, скажем так, сухого закона, когда запрет приводил к чему? К тому, что появлялся самогон в каждом доме. И гораздо больше яд, чем... Конечно, да. Алкоголизация ужасная и так далее. Поэтому надо постараться сделать так, чтобы наши молодые люди, ребята, они были свободны в своем выборе. Это задача любого психотерапевта, на самом деле, довести пациента до той точки, в которую он сможет сделать свободный выбор. И у молодежи должен быть свободный выбор. Я считаю, что наши молодые люди сейчас, они очень свободны. Они разнообразны, творческие. На самом деле, сейчас не модно пить. И многие ребята это знают. И в среде молодых ребят, когда мы встречаем алкоголизм, это, как правило, уже какая-то неблагополучная семья, да? Какая-то, ну, скажем так, явно не общество, там, вуза, допустим, да? Это, там, техникум и прочее, какая-то иная среда, уличная, может быть. А среди, вот, скажем так, ребят, которые уже учатся в вузах, мы, я редко встречаю молодых алкоголиков, их практически нет. А что было раньше, мы имели дело, другое дело мы сейчас имеем дело с молодыми наркоманами. Вот эти, там, так называемые легальные наркотики, спайсы. Легальные наркотики существуют? По-моему, не существуют же легальные наркотики. В кавычках их называют легалка, там, соли, спайсы и прочее. Это то, что, собственно говоря, немножечко формулу поменял, выпустил, но эта формула в список запрещенных не входит. Вот почему называется легальная. А производители, они быстро реагируют. Хорошо, это тоже запретили. Раз, изменили немножечко формулы, все. Эффект, может быть, несколько отличается, но это очень разрушительные наркотики. И вот на них, конечно, попадаются ребята, и в том числе и студенты. Они думают, что это безопасно, это там интересно. В клубах там еще где-то, на тусовках попробовали. Ну, завязываются, и, разумеется, уже страшные последствия. Я слышала, что один прием такого наркотика может стать последним. Он может быть последним. Это на самом деле так. Уже сколько нам по телевизору показывают молодых ребят, которые чудят, что-то творят, непонятно как-то себя ведут. За рулем вытащили молодого человека, он лезет куда-то там и прочее. А пока его довезут до наркодиспансера, наркотик выветривается, он приходит и уже нормальный. Он очень быстро выветривается, но он очень сильно разрушает мозг. И многие эти пациенты уже к нам попадают не с зависимостью, а со слабоумием. Со слабоумием. После единичных случаев приема. Не единичные, конечно, это там два, три. У некоторых это чуть больше. Вы знаете, здесь же не угадать, с какого раза это наступит. Это же игра в русскую рулетку. Может, с первого раза. А может, с 50-го. Мы не знаем. Никто не знает. А некоторые пациенты попадают уже... Знаете, у них развивается такая паническая симптоматика. После легальных, в кавычках, легальных, я уж так называю, наркотиков, спайс и соли возникает такая паническая симптоматика. И многие думают, что у них начинаются панические атаки. Приходят к психотерапевту и там, допустим... А что такое паническая атака? Давайте объясним. Это чувство страха, что что-то со мной произойдет, что вдруг... Чувство ажитации. Человек не может найти себе места. Некоторые думают о том, что сердце выскочит. Это на фоне приема вот этих вот наркотических средств возникают, эти панические атаки? Да, это последствия. Но в том месте они не возникают? Нет, они могут быть... Панические атаки не обязательно связаны с употреблением, но просто в картине употребления вот этих, в кавычках, легальных наркотиков, да, так называемых, они часто встречаются. И люди думают о чем? То есть молодой человек, приходя на прием психотерапевта, он почему-то забывает, что он употреблял наркотики, и он обращается с паническими атаками. И говорит, вот меня это беспокоит и так далее и тому подобное. А там всплывается факт, что оказывается было. Да, с друзьями попробовал. Да, было однократно. Но он заработал что? Он заработал себе геморрой, с которым он будет обращаться к психотерапевту как минимум некоторое время, принимать там препараты и прочее. Но он уже создал в себе панический фон. И когда у него возникает стрессовая ситуация, он прячется в паническую атаку. Он может там бояться смерти, он может там вызывать скорую помощь, что вдруг с ним что-то страшное произойдет, и он умрет. Некоторые люди с паническими атаками боятся выходить на улицу, пройти 100 метров, потому что боятся упасть, что голова закружится и так далее. Симптоматика там разнообразна. Но в сердце центральное – это сидит чувство страха, чувство паники, чувство страха. Исходя из вашего опыта работы, из количества ваших пациентов, насколько я поняла, сейчас для конкретно нашей республики, нашего города, наибольшую опасность вызывает среди молодежи именно вот эта вот так называемая, как вы сказали, спайсы и соли наркомания, чем алкоголизм. Да, спайсы и соли – это основное зло. Оно дешевое, оно доступное, и оно очень быстро разрушает человека. Очень быстро. Ну, вот были даже случаи, когда привозят молодого человека с симптомами вялотекущей шизофрении. Ну, то есть, там, дебют шизофрении, начало шизофрении, можно сказать. А в анамнезе вот только вот недавно он употреблял вот эти так называемые легальные наркотики. То есть, дает обширную психотическую симптоматику. Порой эти пациенты, они попадают в психиатрические учреждения. Уже в учреждения не наркологического профиля, а психиатрические. Потому что, на самом деле, у них возникают психические расстройства серьезные. Это же синтетика, это химия. Это очень сильно разрушает. Алкоголь, он хотя бы природен. Понимаете? Он хотя бы сделан, хотя бы, ну, хочется верить. Из натуральных, хотя бы. Да? Но синтетические наркотики, они разрушают мгновенно. Это оружие массового поражения, и вот здесь, сейчас. Алкоголь, он может убить там и тогда. Убьет. А этот убивает прямо сейчас. То есть, это биологическое оружие? Конечно. Которое уже в действии, наверное, можно сказать. Может быть, немножко наивный вопрос, но все-таки я задам его. А что делать, как предотвратить молодежь, как застраховать человека вот от этих наркотиков? Ну, во-первых, я считаю, что нужно об этом рассказывать. Чем мы сейчас и занимаемся. То есть, нужно об этом рассказывать, нужно об этом говорить. Но то, что мы этим занимаемся, это мало. Понимаете? Об этом нужно говорить в семьях. Об этом родители должны говорить с детьми. Не по учительным тоном, что, а вот, там, имей в виду, не дай бог, ты попробуешь, и ты умрешь. Это интересно, если так будут рассказывать. А о том, что, да, вот такие случаи бывают. Там, что вот это заканчивается тем-то, так бывает, так. Ну, становятся люди зависимыми, больными. Ну, такое бывает. То есть, не так, что каждый день об этом, но это должна быть такой часто звучащей темой. То есть, допустим, отвлечемся немного от зависимости, перейдем к теме, там, тоже очень, допустим, часто встречающейся в России, в современной. Это симптомы страха, да, вот то, о чем мы с вами уже говорили. Или панические симптомы. Это очень часто встречается в современном мире именно в России. Почему? Потому что все, а в конце, в итоге человек-то боится чего? Он же не боится, там, заболеть. Он не боится, там, летать на самолете. Он не боится ездить в лифте, да. Он боится смерти. Он этого не осознает. Он говорит, да не боюсь я смерти. Готов я умереть. Но человеку сложно себе в этом сознаться. У нас сейчас, к сожалению, в России нет культуры, скажем так, культуры смерти, что ли. Культуры, скажем так, того, чтобы о смерти говорилось. Культуры того, чтобы смерть была во дворах. То есть где-то кладбище, где-то там, далеко. Стараются сделать так, чтобы этого было не видно. По телевизору это не показывать. И так далее, и так далее. То есть и ребенок, который родился и развивается, он не знает об этом ничего. Хотя в детстве, я вспоминаю вопросы своих детей в возрасте 5 лет, умер голубь там лежит. А, пап, я тоже умру? Ну да, конечно, ты тоже умрешь. И мы можем поговорить о смерти дальше спокойно. Но, как правило, об этом не хотят говорить. Да нет, ты будешь жить. Возможно, придумают лекарства, и жизнь будет бесконечной. И так далее. Да, мы будем жить вечно. Ведь если вот сейчас ту же аналогию взять на наркотики, об этом надо говорить. Это не реклама. Это, скажем так, информирование. Он проинформирован, он вооружен. Это та точка, о которой я говорил. Когда у молодого человека есть выбор. Когда он об этом ничего не знает, у него нет выбора. У него есть интерес, у него есть любопытство. У него нет выбора. Ну, сейчас интернет, опять-таки, благодаря интернету и фильмам, очень много же сериалов снято об этом. В том числе, как вы говорите, о легальных наркотиках. Те же самые «Во все тяжкие» очень популярные сериалы, которые, я думаю, почти все молодые люди посмотрели. И вот такая презентация этих наркотиков, такое представление этих наркотиков. Даже не могу сказать, какую роль играет. для молодежи. Знаете, дело в том, что есть такие, скажем так, фильмы, которые, по сути дела, популяризируют наркотики. Не прямо, а косвенно. Что вот жить таким, в таком стиле модно, да, там, допустим, какие-то герои это показывают. Даже, ну, по нашим общественным каналам показывают, что да, там, мы там встретились, там, попухали и так далее, и это круто, модно. Это вызывает некую такую, знаете, человек одобрительный к этому относится. Вот это то, о чем я говорила, что в сознании людей, я не говорю про наркотики, но конкретно алкоголь, к сожалению. Одобрительно, да. До сих пор, да, вот это вот. Возьмите коллективы. Я вчера встретился, мы туда ходили, там, бах, жах и так далее, такое, сидя там, а внутри никто не расстраивается. Он сидит и как-то даже интересно, он радуется за него. Да, хотя, ну, это же опять-таки, это уже сложилось сейчас. Если мы хотим это изменить, мы должны менять что? То, что зависит от нас. Это наши семьи. Это наши дети. Это то, о чем мы говорим с ними. Да, по телевизору показывают одно, а по телевизору показывают ровно то, чего просит народ. Что просят, то и показывают. Если основная масса людей просит этого, им это и показывают. Чтобы, возможно, когда-то через 10-20 лет основная масса людей будет смотреть другое. Но к этому надо прийти. К этому надо прийти как раз поколение наших с вами детей. И сейчас в какой-то степени мы отвечаем за то, какими они, наверное, будут. И последний вопрос. Что же все-таки делать достаточно коротко? Вот вы как врач, как врач с огромным опытом, у которого своя клиника. Что же все-таки делать, если член семьи, так скажем, уже зависим или близок к этой зависимости? Сразу же бежать в клинику? Сразу же бежать к врачу? Или достаточно сначала каких-то разговоров? Дело в том, что если уже проблема сформировалась, то разговорами делу не помочь. Здесь есть главный принцип. Не откладывать на завтра и на понедельник. Эти два слова надо убивать и начинать сегодня. А сегодня начинать чего? Надо сначала беседовать, разумеется, с близким о том, что важно, и вы желаете ему помочь. Почему вы желаете ему помочь? Почему этот человек важен вам? То есть тем самым вы окажете ему поддержку. И, разумеется, большинство людей, которые страдают зависимостью, они не хотят лечиться. Они не считают, что у них есть проблема. Они считают, что они смогут с ней справиться сами. Это традиционный ответ. И я тебе обещаю, все, это было последний раз. И это было потому, что было то-то, 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 потому что всегда найдется. А вот сейчас будет по-другому. Не верить этому никогда. Это проявление болезни. Отрицание болезни – это одно из проявлений болезни зависимости. Это первое проявление отрицания. Поэтому всегда, да, я понимаю, что ты хочешь справиться сам, но мы хотим тебе помочь. Это очень важно. Ты нам ценен. Приводят, мы начинаем работать. Понятно. Спасибо огромное за интересную беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор клиники «Инсайт», врач-психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Ренат Миназов. Ренат Данисович, спасибо. Я надеюсь, что как-то мы приоткрыли эту тему. И желаю нашим радиослушателям и телезрителям трезво пережить новогодние праздники, не болеть, быть счастливыми без каких бы то ни было дополнительных средств. Всего хорошего. Увидимся в следующий четверг.